Пианисты Пианистического искусства Такие герои, как Даниэль Баринбоем Альфред Брендель Владимир Ашкеназий и Маурицо Полини В общем-то, каждый из них уже не раз становился героем нашей программы В том или ином своем качестве И, тем не менее, действительно, как-то все они находятся примерно в одинаковом таком статусе мэтров Но очень по-разному, что называется, представляют пианистическую школу, скорее, в общем-то, века 20-го Ну, тут все-таки, наверное, нужно пояснить, что Альфред Брендель уже закончил свою карьеру А Маурицо Полини концертирует в последнее время тоже достаточно мало С другой стороны, мы имеем случаи Даниэля Баринбоема и Владимира Ашкеназия Которые так или иначе уже на протяжении не одного десятилетия Соединяют и сольную фортепианную карьеру, и карьеру дирижера Ну, и тоже, в общем-то, очень разные в данном случае судьбы И очень по-разному они своей фортепианной карьерой распоряжаются Но действительно, в общем-то, очень вроде бы мы имеем дело с таким, как сказать, узаконенным пианистическим мейнстримом И четырьмя, ну, такими, как сказать, главными фигурами И каждый из них, в общем-то, ведет себя внутри этого потока общего Совершенно каким-то таким необщим образом И мне кажется, вот ровно про это имеет смысл поговорить в нашей обзорной программе Потому что представлять нашей публике, каждого в отдельности, наверное, не надо А вот дать какую-то характеристику именно в контексте вот такого объединения Пожалуй, что стоит И наш первый герой – это Даниэль Баренбун Много про него говорили И, в общем-то, изначально, насколько, как сказать, как начиналось его детство Скорее, в общем-то, он подавал все надежды на то, что он, как бы, из мальчиков вундеркинда Который очень рано начал свою сольную карьеру Превратился он в такого, в общем-то, вполне себе мощного концертирующего романтического пианиста Да, но при этом он все-таки довольно рано завел о себе не как о сольном пианисте А, скорее, как вот ансамблевом артисте прежде всего А потом вообще надолго оставил фортепианную деятельность И самое удивительное, конечно, то, что именно вот работа и в Берлинский штат Сопер, и в Аскала Вот именно в эти последние 10 лет происходит его возвращение к сольной фортепианной карьере При этом, в общем, в довольно неожиданном, если, так сказать, представлять себе его какой-то общий эмоциональный художественный профиль Как музыкант репертуаром Ну вот, да, здесь, конечно, напрашивается сравнение с Владимиром Ашкенази, потому что он как-то совершенно по-другому распорядился в своей карьере пианиста Вот в отличие от Боринбойма, который все-таки действительно, ты прав, сразу сконцентрировался на камерной музыке На не очень известных концертах молодого Моцарта и так далее Вот эти его первые записи Ашкенази, в общем-то, выстроил как такой филармонический конкурсный большой пианист большого стиля И, безусловно, завоевал колоссальные симпатии публики И очень широкую популярность с Рахманиновым, Шопеном, Скрябиным, Чайковским Ну, в общем-то, всем тем, что в представлении мировой общественности должен нести в мир русский пианист Который появляется на мировой филармонической эстраде И вместе с этим, как и Боринбойму, он очень быстро решил, что он становится дирижером Почти полностью прекратил свои концертные выступления Потом стал возвращаться Но вместе с тем выступает он как пианист крайне редко И, по сути, никакого изменения того репертуара, с которым, как сказать, ассоциируется имя Владимира Ашкина, не происходит Это все тот же Рахманинов, это все тот же Шопен И, в общем, может быть, поэтому и не случайно, что мы будем слушать не какие-то новые его записи А знаменитое исполнение Шопена 80-го года Что, в общем-то, и есть такой расцвет Ашкина за пианист Но я думаю, что очень многие не согласятся с тем, что вот это вот сохранение репертуара на протяжении многих лет Это что-то недолжное для пианиста Потому что если мы возьмем еще одного из героев нашей недели, Альфреда Брэнделя То для него вопрос о расширении репертуара Он совершенно не был фактором какого-то индивидуального развития музыкантского Потому что на протяжении своей очень долгой карьеры Он фактически перебирал одни и те же композиторские имена Поступательно записывая циклами огромные корпусы их фортепианных сочинений А с другой стороны Маурицио Полини Вот это тоже как-то достаточно интересно Музыканты примерно одного и того же поколения Обоих иногда упрекали в том, что они такие подчеркнутые интеллектуалы Что они бывают безэмоциональны Но при этом тот же самый Полини Очень много занимался, допустим, музыкой XX века И еще, мне кажется, очень интересно Вот именно подчеркнув то, что все четверо героев нашей недели Это такие легенды Все-таки обратить внимание на то, что У каждого из них, тем не менее, есть при этом абсолютном статусе Попытки диалога с этой своей звездностью, бронзовостью С этим статусом классического, большого классического пианиста Романтического образца Будь то поэтические опыты у Альфреда Брэндаля Будь то какие-то политические акции в случае Маурицио Полини В конце 60-х, 70-х годов В этом достаточно бурном времени Но Брэнбойм здесь тоже отметил Естественно, да Естественно, Брэнбойм Естественно, Ашкенази Который, ну, с одной стороны, тоже в 90-е, 80-е, 90-е годы Выступал на какие-то острые политические темы Ну и даже на уровне собственного имиджа Пытался изменить представление о романтическом пианисте, да И романтическом дирижере Изменив фрак на пиджак с водолазкой И как-то очень неформальным образом порывисто выходя на сцену Ну что ж, мне кажется, пора перечислить концерты нашей фортепиано Неделя по порядку Итак, сегодня вы увидите выступление в линиеле Брэнбойма Который исполнит первый фортепианный концерт Стеренцилиста В берлинской государственной капелле Дирижирует Пьер Булеш Следу нашу неделю продолжится выступление легендарного австрийского пианиста Альфреда Брэнделя Который исполнит третий фортепианный концерт Дирижего Мангетковина С дежурским пультом оркестры Люцианского фестиваля В аудиооблада В четверг вы увидите знаменитое выступление молодого Владимира Ашкинася В 80-м году на фестивале Лугана в его коронном репертуаре Прозвучат 24 прелюдии Федерико Шопен В пятницу нашу неделю завершит итальянская фортепианная легенда Маурицова Полини В его исполнении прозвучит первый концерт Иоганнеса Бранс Оркестром Дрезденской государственной капелле Дирижирует Кристиан Телеман Таковы будут наши концертные программы на этой неделе Смотрите собрание исполнений на телеканале Россия Культура А сейчас открывает нашу концертную неделю первый фортепианный концерт Листа В исполнении Даниэля Баренбойма Оркестром Берлинской государственной капеллы дирижирует Пьер Булес Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok